На Ямале зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями. Врачи напоминают, прививка от гриппа – эффективная профилактика и защита от тяжелых последствий болезни. Так как вирус гриппа мутирует, даже если человек болеет редко, не факт, что вирус, который мутировал, новый, он не повредит иммунную систему человека, даже если у него довольно стойкий иммунитет. В первую очередь необходимо привиться людям, которые работают с другими людьми. Также необходимо привиться детям, людям, имеющим хронические заболевания, и людям с ослабленным иммунитетом, и, конечно же, пожилым людям. Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике и во Дворце культуры «Нефтяник». Перед вакцинацией пациента обязательно осмотрит врач. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис. Дополнительную информацию можно получить по телефонам, которые вы сейчас видите на экране. В Губкинскую городскую больницу поступила партия нового оборудования. С его помощью оказание медицинской помощи выйдет на новый уровень. Часть оборудования уже функционирует. В операционном блоке установили новые операционные столы. Также в больнице появились неанатальные мониторы, стационарные и портативные ультразвуковые аппараты и стоматологическая установка. Новая техника открывает медикам больше возможностей для лечения пациентов. Отметим, что новое оборудование приобретено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Народная мудрость гласит, что заболевание легче предупредить, чем потом его лечить. И сердечно-сосудистые патологии не исключение. Их профилактика действительно важна, ведь сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в нашей стране. Накануне об этой проблеме говорили в стенах лицея. Напомним, что в этом году в Губкинском открылся первый медицинский класс. К будущим медикам на урок пришла врач-кардиолог Губкинской городской больницы Наталья Попович. Ученики медицинского класса заняли свои места и готовы начать урок. И это не просто урок, а еще и практическое занятие по курсу «Сердечно-сосудистая система». Такие мероприятия у нас проходят планово, ориентировочно два раза в месяц. И в этом полугодии мы уже заканчиваем этот курс. И с января приступаем к новому курсу, который будет называться «Оказание первой доврачебной помощи». О новых курсах мы расскажем в следующих программах, а пока вернемся к занятию. Измерить пульс и давление этому ребят научил врач-кардиолог Наталья Попович. Главное условие – спокойная обстановка и никакого лишнего шума, который может помешать слушать сердцебиение. Для ребят это новый опыт, который поможет им не только в обучении. Высокое артериальное давление – это очень серьезно. Если вовремя не начать лечение, то болезнь будет только прогрессировать, постепенно сказываясь на работе сердца. Чтобы этого избежать, важно определить причину. Если начинает повышаться давление, нужно определить, есть у вас заболевание сердца или его нет. Повышается давление, присоединяется сопутствующая патология такая, как лишний вес, сахарный диабет, атеросклероз, что может привести к летальному исходу. А мы хотим продлить людям жизнь максимально. Чтобы гипертония не стала вашим диагнозом, нужна профилактика. Первым делом стоит отказаться от вредных привычек и начать больше двигаться. Как раз то, чего нам больше всего не хватает в нашей жизни, а тем более в районе Крайнего Севера, это физическая активность. То есть, в первую очередь, это регулярные физические нагрузки. Помимо питания, мы должны максимально двигаться. Это стараться ежедневно. Даже если у вас выявили заболевание сердца, вы двигаетесь, выходите пешком. Когда теплеет летом, вы ездите на велосипеде. Постарайтесь минимизировать машину. Если у вас есть лестница, поднимаемся наверх. Это у нас идет, как называется, что? Кардионагрузка, которая идет полезная. Ну и, конечно же, не забываем про питание. Первым делом включаем в свой рацион сезонные овощи и фрукты. Готовить лучше на пару или запекать. Также специалисты рекомендуют добавить в рацион нерафинированное подсолнечное масло. И, конечно, не забывать про здоровый сон. Сон не менее 6-8 часов. Если вы будете физически активно двигаться, пешие прогулки, особенно перед сном, у нас уже, что будет успокаиваться? Нервная система. И мы будем хорошо высыпаться. Поменьше нервничайте. Как мы видим, профилактика заболеваний сердца и сосудов – дело несложное. Берегите себя, относитесь внимательно к своему здоровью, и сердце скажет вам спасибо. В последние годы многие семейные пары сталкиваются с проблемами зачатия, вынашивания и рождения детей. Репродуктивное здоровье – то, над чем сегодня работают не только гинекологи и андрологи, но и психологи. Ведь эмоциональное состояние людей, у которых проблемы с рождением детей, оставляет желать лучшего. И именно о влиянии психологического состояния на репродуктивное здоровье мы поговорили с медицинским психологом городской больницы. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Александровна, мы все привыкли к тому, что репродуктивность, продолжение рода – это по большей части физиологическое воздействие. Но мало кто знает, что на этот сам процесс влияет и психологическое состояние человека. Правильно, так ли это? Конечно, вы правильно понимаете. Дело в том, что всем управляет мозг. Мозг – это как бы центр управления. И, соответственно, мозг и тело, оно всегда взаимосвязано. Все, что происходит в теле, если исключить медицинские показания какие-то, то есть если с точки зрения медицины все хорошо и нет каких-то сопутствующих заболеваний, то значит, скажем так, проблемы, трудности в головном мозге. Там нужно обязательно разбираться, что именно, там нужно обязательно смотреть, разговаривать и проводить определенные психологические процедуры. С какими психологическими проблемами в этой связи, в этой теме обращаются люди? Да, допустим, приходят на консультацию к психологу, кажется, вроде бы все хорошо, допустим, у данного человека. Но при разговоре, вы же сами знаете, мы же не сразу какие-то диагнозы ставим, вообще психолог не имеет права ставить диагноз. А при разговоре с человеком выясняются определенные действительно психологические неосознанные причины, которые они есть, но мы их не, как говорят, их не прощупать. А их только нужно интуитивно, непосредственно ощутить. Допустим, человек приходит, говорит, у меня все хорошо, вот анализы все сдало, все хорошо, ну не могу забеременеть. Да, в данном случае мы говорим о женщинах. И выясняется при разговоре, что оказывается, она внутренне не готова стать матерью, потому что есть неразрешимые конфликты внутри. То есть, что это такое? Например, человек-карьерист, женщина-карьеристка ставит на первое место в карьере, трудоголик, спит и ночует на этой работе, вся прямо в работе. И в данное время она понимает, что общество давит на нее, ну давит как, что мама, папа, родственники, говорят, давай рожай тебе уже 30-ка, там 32-33 года, давай рожай. А она им говорит, да, мы пытаемся, работаем над этим, так сказать, процессом, но вот видите, не получается. И в разговоре выясняется потом такая ситуация, что оказывается, что ребенок в данном случае, она видит, точнее, в ребенке как проблему в карьере. То есть он не даст ей там каких-то, какого-то, точнее, карьерного роста, потому что это определенная ответственность, это уход за ним. То есть ей нужно будет отступить от карьеры, полностью посвятить какое-то время семье, в данном случае за уходом, за новорожденным, за ребенком, но и в дальнейшем. То есть вот как я понимаю, как бы это, может быть, не мифически звучало, но мысль имеет большую силу. И, соответственно, все, что мы обычно говорим себе, там, мечтаем о каких-либо целях, достижениях, это то же самое касается и на продолжение рода, это как раз-таки вот эта тема репродуктивности. Кто чаще к вам входит, мужчины или женщины? Чаще всего обращаются женщины, конечно, но, естественно, при работе с женщиной обязательно нужен им мужчина. То есть вначале с женщиной работаем, потом она приводит мужчину, то есть работаем в паре. Потому что любые, скажем так, изменения начинаются первым делом с себя, то есть с женщины, а потом начинается преобразование самой пары. То есть именно работа над их отношениями. Оба ли должны психологически быть готовы к зачатию, да и вообще к ребенку? Конечно. У них должна быть зрелость, у них должна быть ответственность. Потому что рождение ребенка – это прежде всего ответственность за того человека, вот за этого маленького, так сказать, за этого маленького малыша, который в будущем обязательно несет родителям. А вот скажите, пожалуйста, вот это вот психологическое состояние мужчины и женщины может ли как-то повлиять на, так скажем, здоровье ребенка? Дело в том, что уже начиная с внутриутробного развития ребенок чувствует, то есть есть определенные статистические данные и практика показывает, что он буквально впитывает в себя то состояние матери, которое она испытывает. Не зря же даже в каких-то народах ранее практиковалось, что беременную женщину они отводили в хорошее место, и она буквально 9 месяцев она там жила в этом месте, в красивом месте. Тут еще момент такой, если женщина опять-таки стрессует, выделяются определенные гормоны, и малыш это чувствует. После этого, когда даже рождается этот малыш, все зависит тоже от его взаимоотношений с матерью. Как она относится, есть ли у нее эмоциональный контакт, если, допустим, холодная она ли мать, то есть приняла ли она этого ребенка, бывает так, что ребенок рождается не того пола, и все, и уже у отца агрессия, у матери агрессия на этого ребенка, потому что подсознание, вроде бы она улыбается, вроде бы она гладит, но поглаживания не те, соответственно, и он это чувствует, и бывает так, что и детки это проявляют в поведении в дальнейшем, то есть ребенок первым делом, он должен быть принят, у нас базовое чувство есть, чувство безопасности, когда он чувствует с родителями себя безопасно, он и развивается по-другому. Если, допустим, получается так, что человек бесплоден, какую психологическую помощь он может получить, допустим, в нашем городе? У нас в женской консультации работает кабинет медико-социальной помощи беременным женщинам и женщинам, находящимся в кризисной ситуации. Телефон женской консультации, то есть телефон этого кабинета 36867 работает с 2 до 6 вечера, кроме субботы и воскресенья, а в такие дни, пожалуйста. Тут нужно, как говорится, глядеть в корень, в зависимости, что. Если есть обиды, у многих, допустим, в связи с блокировкой этой функции, проработка каких-то обид, потому что у нас у всех есть образ матери своей, вот в данном случае, если взять женщин, образ матери, иногда обиды на мать бывает, и женщина в виде, какая она была, как она с телом своим, беременность, она уже предполагает меня, и фигура меняется, и определенное внутреннее состояние меняется. То есть именно прорабатываются вот эти обиды. Если где-то акцент на карьере, то есть тут чисто вот уже, что у человека, скажем так, в мозгу. Если по карьере начинаем работать непосредственно, прояснение ситуации, что она боится. В основном, ну в основном это страхи. Мы работаем по страхам. То есть что конкретно вот у человека. Естественно, это работа не одного дня, это не значит, что не пришло. То есть сами знаете, что прежде чем работать вот с этим бессознательным, нужно очень долго к этому идти. Ну, я всегда рекомендую вот тем, у кого есть страхи, проводить такое упражнение. Даже вот будущим мамам очень полезно будет женщинам, у которых вот страхи забеременеют. Нужно закрыть глаза и представить полностью процесс. Этот процесс, вот как там зачатие происходит, как развитие, как она в этом себя чувствует, кто за ней ухаживает, как взаимоотношения с мужчиной складывать, кто ей помогает. Дальше процесс родов. Как это происходит, кто рядом стоит, что говорит, как она чувствует, тоже это представляет. То есть родила опять, кому она сообщила, кто рядом находится, как она себя чувствует. То есть вплоть до того, до той степени, когда ее привозят домой. То есть как муж относится, кто ей помогает, как с мужем отношения. Все это именно заранее представить. Почему? Потому что опять идет разъяснение у нее в голове. Визуализация еще. Визуализация, да. И прорабатывается страх. Но опять-таки это, говорю, методика самопомощи в крайних ситуациях. Конечно, более, если углубленно там какие-то моменты у нее не идет, лучше обратиться к специалисту. Как на эту тему общаться с детьми? В целом считается, что начиная с подросткового возраста. Но я хочу сказать, что самосознание, или, как мы говорим, половая идентификация, то есть когда ребенок понимает, я мальчик, а это девочка. Или девочка понимает, я девочка, а это мальчик. Начинается с 5-6-летнего возраста. И тут, естественно, в силу своих возрастных особенностей, нужно ребенку преподносить. Мы не можем 5-6-летнему ребенку говорить, что этого не делай, то не делай, это плохо для репродуктивного здоровья. Нужно, начиная с 5-6 лет, первым делом нужно формировать уважение к противоположному полу и уважение к себе. Именно у детей первым делом складывается образ, как должна выглядеть женщина и как относиться. Ну, допустим, если у мальчика к женщине, у девочки к мужчине. И первым, как бы показывать пример, это отношение родителей. То есть первым делом показываем себя. Далее уже, будучи уже подрастая, можно и нужно разговаривать непосредственно с детьми подросткового возраста. А вот вы как специалист, наверняка вы приходите в школы, проводите такие беседы, вот как вы разговариваете? Потому что уверен, что несмотря на то, что многие уже семьянины, есть дети, но все равно как-то найти подходящий слов, да, классика жанра это, там, мы тебя нашли в капусте, да, там, аист, так скажем, прилетел. Но тем не менее, вот как вот вы считаете, как нужно разговаривать на эту тему с детьми и как это делаете вы? Вы знаете, первым делом нужно выяснять, какие знания они знают. Потому что сейчас очень много в Ютубе, очень много информации. И бывает так, что наши современные дети знают намного больше, чем мы даже им хотим преподнести. И эту информацию, ту, которую они знают, то есть мы вот, я в данном случае, когда прихожу к детям в школу, я спрашиваю, что такое репродуктивность, и как вы это понимаете, и что нужно для того детства, чтобы репродуктивное здоровье оно было. Они мне дают ответы. Мы всегда с ними разговариваем в форме диалога, не в форме лекции, чтобы не было такого, чтобы я одна говорила, а они только сидели и смотрели на время, когда кончится эта беседа с нами. Таким образом, после того, как они мне дают информацию, мы из этой информации что-то отметаем, то есть опять в виде диалога, то есть как вы считаете, давайте подумаем, чтобы не от одной и от меня должно, нет, нет, это да, да, а чтобы дети должны тоже думать, должны тоже подключаться к этому, им интересно будет. Размышлять, общаться. То есть первое, это показывать личный пример. Второе, необходимо, ну, иной раз все-таки беседовать на эту тему с детьми и не бояться, не бояться, правильно? И завлекать ребенка в диалог, чтобы он тоже мог сказать свое мнение, как он это понимает. Вот, и насколько я понял, что все-таки если проводить такую беседу, то разговаривать не как с ребенком, да, а как уже с взрослым человеком. Совершенно верно. Я, наверное, отвлекусь немного от темы, да, но в наше время даже некоторые женщины боятся и считают некорректным разговаривать с подростком, девочкой на тему личной женской гигиены, особенно, что касается пубертатного периода, да, когда у девочки определенного рода там изменения происходят, да. Также и папа считает, что это по стыдным разговаривать, допустим, с сыном тоже на определенные темы, что касается, так сказать, мужского здоровья. А что, он сам там в интернете узнает, друзья скажут. Ну, наговорят им друзья, наговорят, что, извините, от поцелуя рождаются дети. То есть лучше родителей этого никто не скажет, не расскажет. Потому что родитель, кроме этого, как, когда рассказывает, он в глазах его, во-первых, принятие ребенка, любовь к ребенку, и ребенок видит в глазах родителей защищенность. Вот, и, соответственно, родитель более точную информацию расскажет, чем ребенок у сэш-тем, друзей или там, ну, в ютубе где-нибудь в интернете. Татьяна Александровна, я бы хотел вас поблагодарить за столь интересное интервью. Уверен, многие губкинцы, послушав нас, узнали что-то новое. И ваши пожелания губкинцам. Спасибо большое, Павел. Дорогие губкинцы, я хочу пожелать вам, во-первых, здоровья, во-вторых, позитивное мышление, в-третьих, чтобы в ваших семьях было благополучие. А еще хочу вам сказать с наступающим Новым Годом! На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Вектор». Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok